Свой первый и единственный полет в космос Сергей Трещев совершил в 2002 году в составе пятого долговременного экипажа МКС, поднявшегося на орбиту в 400 километров. На борту станции космонавты, а это пилот Валерий Корзун и бортинженер Пегги Уитсон, проводили научные исследования и даже выращивали салат. Эти и многие другие подробности Сергей Трещев рассказал Одинцовским школьникам, которые пришли на встречу с космонавтом номер 97. Я просто не могу отказать, когда просят встретиться с детьми или со школьниками, либо со студентами. Это одно из направлений нашей работы – пропагандировать достижения отечественной космонавтики, но и тем самым стимулировать молодежь, школьников к тому, чтобы они ставили определенные цели и добивались. Что едят космонавты? Хватает ли им кислорода? И какие ощущения они испытывают при взлете? Ребята засыпали вопросами гостя, который был готов к любым откровениям. Сергей Трещев находился в открытом космосе 5 часов и 21 минуту, а общее время полета составило 185 дней. За это время экипаж станции провел более 50 экспериментов. Правда, что после длинного полета космонавт вырастает на 5 сантиметров? Да, действительно, за время космического полета, генерационности, так как мы не испытываем земного протяжения, то мышцы ослабливают и расстояние между позвонками, то есть позвоночник, влияется. Встреча с космонавтом Сергеем Трещевым – начало проекта «Интересная среда», который реализует культурно-спортивный центр «Мечта». Каждую неделю в гости к юным жителям Одинцова будут приезжать известные люди, добившиеся успеха в профессии и любимом деле. Одинцовские школьники долго не отпускали звездного гостя, а представители общественной палаты поблагодарили Сергея Трещева за участие в этом познавательном проекте. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.